Что в концы своих владений отродить от нападений, мне приходится держать многочисленную рать. Царь Дадон устал от больших военных расходов и решил прибегнуть к помощи мудреца. Сюжет в сказке Пушкина знаком всем с детства. Правда, в постановке на сцене Тольцов история приобретает неожиданно современное звучание. При помощи костюмов и сценографии зрителей наталкивают на мысль. Сюжет о правителе, который поругался со всеми соседями, актуальности не теряет. «Золотой петушок» – часть программы фестиваля русской оперы, который в свой премьерный год собрал под Иркутском поистине звездный состав. Выступить вместе с губернаторским симфоническим оркестром Иркутской областной филармонии прилетели солисты Большого театра, Мариинки, Театра Геликон, Сербской национальной оперы. Автор идеи фестиваля и его художественный руководитель – главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапинш. Это не в Иркутске, это в мире. Нету нигде фестиваля русской оперы, нигде. Иркутск – первый город и единственный пока. Мы хотим, чтобы это было всегда, каждое лето, чтобы в Иркутске весь мир знал, что здесь фестиваль русской оперы. Я хочу, чтобы Иркутск стал немножко в мировом контексте, немножко ярче. В этом году в программу фестиваля вошли две оперы римского Корсакова. Великому композитору исполнилось 175 лет. Царскую невесту показали также на открытой сцене в Тольцах неделю назад. Кроме того, зрителей ждал галоконцерт с ариями из знаменитых опер. Фестиваль состоялся при поддержке правительства Иркутской области, а также Министерства культуры и архивов. И уже сейчас можно сказать – у Иркутска появилось еще одно значимое в международном масштабе и яркое музыкальное событие. Анастасия Байдракова, новости сейчас.